Семь часов утра, 24 августа 2024 года. Этот день стал знаковым не только для Агафьи Карповны, но и для участников команды Арктики. Именно сегодня они отправляются в поход к старой заимке Лыковых. Каждый год часть команды вместе с Агафьей совершает это путешествие, преодолевая более 10 километров через реки, горы, болота и равнины. В то время как другая половина остается на базе, заботясь о хозяйстве и готовя дрова к зиме. Мы новички в тайге, с надеждой следуем за Агафьей, ведь она знает безопасный путь. Наш поход начинается с перехода через реку, вдоль которой мы будем двигаться, пока не достигнем подножия горы, которую предстоит покорить. В путь! Команда Арктики тщательно подготовилась. Мы взяли с собой еду, воду, палатки и все необходимые принадлежности. Однако для Агафьи это было чуждо. Она собиралась по пути ловить рыбу, собирать грибы, ягоды и шишки, чтобы по прибытии на старую заимку приготовить себе ужин. За время похода мы лишь находили следы медведей и остатки костей от их охоты. Наш путь лежал через живописную равнину и нет слов, чтобы описать красоту этих мест. Нам также посчастливилось обнаружить обломок ракеты, упавшей с неба. Спустя десятки километров и девять часов пути после преодоления горы рек, мы прибыли на родное место для Агафьи Лыковой, где она родилась и где покоится ее семья. Здесь растет сейчас бодан. Там осталась одна из исп, такая немного, она разрушенная, потому что уже время пришло к ней. Здесь обычно семья Лыковых каждую весну сажала что-то, свои выведенные растения, которые селекцию они прошли, там картошка, сепла и прочее. Первым делом мы с Агафьей подготовили ночлег и устроили ужин. Агафья приготовила то, что собрала своими руками по пути следования. Наша команда ночевала в палатке, но Агафья Карповна, не изменяя традициям, спала под открытым небом у костра. На следующее утро она отправилась к могилам своих родных и прочитала молитву за их души. Это была самая важная цель нашего похода. После молитвы и посещения своей семьи, мы вместе с Агафьей отправились обратно на вторую заимку. Впереди нас ждал долгий путь.